Уважаемые коллеги, ваше превосходительство, дамы и господа, спасибо за то, что откликнулись на наше приглашение провести вторую встречу в таком составе на тему тех событий, которые раскручиваются вокруг украинского кризиса, на тему огромного количества спекуляций, которым мы противопоставляем факты и, надеюсь, сегодня вам будет полезно услышать нашу точку зрения. Я уверен, что вы ее знаете, но в обобщенном виде мы бы сегодня хотели поговорить о так называемой санкционной проблеме. Война, которую против нас развязал Запад руками Украины, телами украинцев, это гибридная война и в этой войне особая роль отводится незаконным, односторонним, ограничительным мерам, так называемым санкциям в отношении России. Их число беспрецедентно и превысило 17 тысяч. Цели не скрываются подорвать российскую экономику, заставить политическое руководство отказаться от самостоятельной линии во внешних делах, настроить население против власти. Это прямо декларируемая цель. Хотя Запад всегда, когда в общем плане обсуждаются проблемы односторонних рестриктивных мер, заверяет клятвенно, что он проводит такую политику, в рамках которой санкции не нацеливаются на гражданское население. Это ложь. Ровно этим они и занимаются. Повторю еще раз. Задачу ставят перед собой спровоцировать беспорядки, поднять народ против власти. Такую политику Запад проводит в очень многих странах, в том числе и присутствующие здесь послы и сотрудники посольств наверняка знают о таких примерах в отношении собственных государств. То, что из этой политики, нацеленной на подрыв российской экономики с санкциями, подрыв в социальной сфере России, ничего не получится, тем, кто имеет опыт, было ясно с самого начала. Сейчас, я думаю, это понятно всем, в том числе и самим инициаторам санкционных незаконных действий. Наша экономика, на этот счет президент приводил многочисленные статистические данные, адаптировалась к санкциям. Она демонстрирует высокую устойчивость, рост ВВП к концу этого года, который будет достигнут близок к 3%, 2,8-2,9%. А в ведущих экономиках Европы экономика в минусе. И это для понимания того, по кому больнее всего бьют санкции, которые инспирированы и нагнетаются прежде всего Вашингтоном. Вашингтон, по сути дела, разоряет своих европейских вассалов и дает заработать своему военно-промышленному комплексу. Навязал и продолжает навязывать Европейскому Союзу дорогой американский сжиженный природный газ. Вашингтон вынуждает своими эгоистичными законами европейские компании переводить предприятия за океан туда, где базовые издержки бизнеса меньше. Но и заставляя Евросоюз отказаться от всего российского, Вашингтон продолжает при этом покупать у России уран и другие критические материалы. За последние полтора года, по очень скромным консервативным оценкам, европейский бизнес потерял из-за западных односторонних санкций до 250 миллиардов евро. Это большая цифра. Санкции против России усугубили кризисные явления мировой экономики. Именно незаконные рестрикции о недействии России по защите людей на Украине от нацистского режима усиливают дисбалансы, которые были созданы еще раньше в результате системных ошибок макроэкономической политики западных стран. В период борьбы с пандемией COVID-19, в период форсирования курса на зеленую трансформацию без учета особенностей и базовых показателей экономического развития большинства государств мира. Мы прекрасно понимаем, что введенные против нас санкции в обозримой перспективе, да и в отдаленной перспективе никуда не денутся. Об этом говорят и их авторы, авторы этих санкций. Но если честно, вы меня спросите, нам это и не требуется. И не потому, что мы выбираем изоляционизм, автаркию, совсем нет, а просто потому, что Запад решил разрушить мировую экономику ради задачи проучить Россию, не допустить, чтобы Россия играла роль на международной арене, которая подобает ее истории, ее размеру, ее возможностям, и не допустить, чтобы Россия встала на защиту русских людей, которые столетиями жили на тех землях, где украинский режим после госпереворота в 2014 году устроил политику их истребления, в том числе и физического истребления русских людей, но также истребления законодательного всего русского, литературы, культуры, искусства, языка, образования. Поэтому мы сделали свой выбор, президент об этом говорил многократно, и мы будем теперь в критических сферах для обеспечения безопасности и устойчивого развития общества полагаться исключительно на себя. Мы за период действий санкций сформировали потенциал для развития промышленного производства, создания критически значимых технологий, сейчас готовится специальный закон по высоким технологиям, ну и на внешнем контуре исходим из необходимости формировать, не только исходим, но и формируем неподконтрольный Западу механизм обслуживания торговли, прокладки новых транспортных коридоров и налаживания производственно-сбытовых цепочек, которые не будут подвержены какому-либо пагубному воздействию, злонамеренному воздействию извне. Приметы времени стало широко использование национальных валют, фиксируется постепенное и устойчивое сокращение доли доллара и евро, в том числе в соответствии со статистикой Международного валютного фонда. В процесс перехода на национальные валюты вовлечены крупнейшие экономики, включая Китай, Индию, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Бразилию, Саудовскую Аравию, Аргентину, Египет, Кению, ряд стран Асиан. По инициативе президентов Аргентины и Бразилии начата проработка создания валютного союза этих двух стран, а в перспективе всего блока Меркосур. И даже упоминается аналогичный подход к сообществу латиноамериканских и карибских государств. И ясно, что среди локомотивов дедолларизации мы видим такие объединения, как Евразийский экономический союз и Содружество независимых государств. В рамках этих структур доля национальных валют достигла 85-90%. Примерно на такой же уровень выходит и наш товарооборот с Китайской Народной Республикой. В августе на саммите БРИКС в Верханесбурге поднимался вопрос, прежде всего нашими бразильскими коллегами, об учреждении общей расчетной условной единицы в дополнении к национальным валютам. И на саммите было принято решение, которое поручает министрам финансов и управляющим центральных банков изучить эту идею и представить предложение об альтернативных платежных платформах на следующей встрече в Верхах, которая, напомню, состоится через год в Казани, когда Россия будет председателем БРИКС. Отмечу решение, которое недавно приняли главы правительств и государств ОСИАН. В мае этого года они подписали декларацию о продвижении расчетов в местных валютах и сопряжении региональных платежных систем. Это все примеры, а их гораздо больше, что мы лишь в начале большого пути и процессы дедоларизации будут все активнее набирать обороты. Еще один фактор устойчивого развития мировой экономики – это стабильность на глобальном энергетическом рынке. США после начала специальной военной операции вместе со своими западными сателлитами пытались представить дело так, будто именно наши действия спровоцировали глобальный энергетический кризис. Однако профессионалы прекрасно знают, что и это тоже очередная ложь. И на самом деле причиной негативных явлений в энергетической сфере стали безответственные действия коллективного Запада, когда он решил форсировать, я уже говорил об этом, зеленый переход у себя и навязывать такой же зеленый переход другим странам, которые к этому просто экономически были не готовы. И когда Запад решил в рамках этого зеленого перехода резко ограничить инвестиции в нефтегазовый сектор и отказаться от использования традиционных видов топлива. Бойкот российских энергоносителей, который был объявлен, односторонние санкции и антирыночные меры, имея в виду, в частности, пресловутый потолок цен, нанесли серьезный удар по глобальной энергетической безопасности. Эти шаги привели к разрыву исторически сложившихся производственно-сбытовых цепочек, перераспределению, дорогостоящему перераспределению глобальных энергопотоков и росту транзакционных логистических издержек. Ну и к этим макроэкономическим, грубым макроэкономическим просчетам добавились и такие явления, как террористические акты в отношении Северного потока-1 и Северного потока-2 в Балтийском море, тем самым окончательно подрывая надежды Европы на то, что когда-нибудь дешевый газ вернется и будет, как и прежде, стимулировать их экономику взамен этого, они получают дорогой американский, да еще к тому же с достаточно негативным углеродным следом, но это их выбор. Они подчинились гегемону и теперь должны делать из этого вывода, если, конечно, еще они в состоянии этим заниматься. Но по Северным потокам мы до сих пор не можем добиться внятного ответа о том, кто же все-таки и как расследует этот теракт. Уже прошло больше года. Ни Германия, ни Норвегия, ни Швеция, которые этими расследованиями занимаются на национальном уровне, ничего внятного и вменяемого нам сказать не могли. Но, в принципе, это стало уже таким знаком и брендом Запада, когда возникает ситуация, в котором, как у нас говорят у западных коллег, крыльца в пушку, они всячески заматывают любую информацию на эту тему. Я уже говорил, сейчас отвлекусь немножко экономики. Ситуация, которая была предъявлена всему миру после того, как в марте, в конце марта российские военнослужащие, в конце марта 2022 года ушли из пригорода Киева, который называется Буча. Два с лишним дня нас там не было, два с лишним дня там работала местная власть, гордо заявляла по телевидению, что они вернулись, и теперь Буча снова свободна. А потом, вот через эти почти трое суток, показали не где-то в подвале, а на центральной улице города трупы людей, аккуратно разложенные в чистой одежде вдоль дороги. И заявили, что это сделали российские военнослужащие. Объявили, кстати сказать, очередной пакет санкций под это. И никто ни слова с тех пор, уже скоро будет, ну уже прошло полтора года, никто ни слова не говорит о том, какое расследование и кем все-таки ведется. Мы дважды официально в Совете безопасности ООН спрашивали у генерального секретаря Антонио Гутерреша, нельзя ли, чтобы в этой ситуации как-то и ООН озаботилась о расследовании этого преступления, которое было предъявлено миру с обвинением Российской Федерации. И мы уже отчаялись получить информацию о том, как идет расследование, если оно вообще идет. Но мы по-прежнему не можем получить ответ на элементарнейший вопрос, можно ли огласить фамилии тех, чьи тела были продемонстрированы на весь мир по телевидению и по интернету. Вы не поверите, мы даже этого не можем добиться. То есть сорвали необходимый внешний эффект, получили предлог для очередных санкций, но ложь свою тщательно упрятывают так глубоко, чтобы никто до нее не докопался. Это наш призыв, наши требования к генеральным государям использовать свой авторитет, чтобы разобраться хотя бы с этим вопросом, со списком лиц, чьи тела были предъявлены миру. Это требование остается в силе, и я думаю, что организация Соединенных Наций не может уходить от своей ответственности в этих вопросах. Тем более сейчас, когда проблемы международного гуманитарного права обострились до предела, в связи с тем, что происходит на Ближнем Востоке. Ну, мы об этом уже говорили. Так что, в целом, мы в нашем топливно-энергетическом комплексе занимаемся реформами, укрепляем суверенитет этой отрасли и технологические, и кадровые, и финансовые. Новая география экспорта у нас сложилась и эффективно осваивается с хорошими результатами. Удалось переключиться в очень короткие сроки и поставками нефти, и газа, и угля на быстро растущие и перспективные рынки, прежде всего, Индии, Китая, других стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки. И мы знаем, что поставки из нашей страны позволяют нашим партнерам сдерживать рост цен на энергосырье и тем самым укрепляют экономическую устойчивость. Говорят также много, говорят по глобальной продовольственной безопасности, опять обвиняют нас в грядущем глобальном голоде, ставя все в очередной раз с ног на голову, забывая, может быть, едва ли забывая, просто стараясь замести под ковер очевидные факты, когда в самом начале пандемии COVID-19 США, Европа и Япония напечатали триллион ничем не обеспеченных денег, от 15 триллионов, по-моему, совместно они напечатали такие деньги, скупили где только можно все продовольствие в ожидании, что COVID заставит всех закрыться и тем самым они создали очень острый кризис на рынке, на глобальном рынке продовольствия. Сейчас, когда нас обвиняют, я рекомендую западным коллегам, которые по-прежнему этим занимаются, ознакомиться с данными ООН. Согласно этим данным, недостатка продовольствия на рынках не фиксируется. По линии ФАУ, мировые цены на продукты питания с марта 2022 года снизились почти на 25% до минимальных показателей. И сейчас они даже находятся на уровне примерно 2021 года. Эксперты секретариата Международного союза по зерну подтверждают эти данные. И они считают, что кризисное явление в производстве и торговле зерновыми в настоящее время отсутствует. Ну и что касается продовольствия, вы все знаете про судьбу инициативы, так называемой Черноморской инициативы господина Гутерреша, которая состояла из пакета. Первый пакет украинский, второй пакет российский. Украинский пакет выполнялся исправно, но лишь 3% от продовольствия, которое поставлялось на мировые рынки, шли в страны из списка всемирной продовольственной программы. Львиная доля шла в Европу и на другие рынки благополучных обеспеченных стран. То, что Запад развязал такую истеричную кампанию, когда мы вышли из этой Черноморской инициативы, в которой российская часть пакета вообще никуда не сдвинулась, объясняется очень просто, больше трети украинских полнородных земель скуплены американскими продовольственными компаниями, которые делают на этом деньги. Вот они и беспокоятся по поводу того, что продовольствие из Украины стало труднее доставлять на глобальные рынки, соответственно, уменьшаются их прибыли. Ну а наша часть пакета, она абсолютно на нуле. Мы видим старания господина Гутерреша, генерального ситаря Юнгтар, госпожи Гринспан, но эти старания ничего не приносят, потому что Запад, упрямо глядя вам в глаза, ну в данном случае в глаза сотрудникам секретаря ООН, заявляет, что никаких санкций против продовольствия и удобрений из России не введено. Это очередная уже, я многократно сегодня приводил вам пример лжи западной, но и совершенно запиющий пример. Больше года прошло с того момента, когда мы объявили, что удобрения, находящиеся в европейских портах, предлежащие российской компании, всего 200 тысяч тонн зерновых, безвозмездно передаются нуждающимся в этом стране. С тех пор потребовалось почти полгода, чтобы отправить первую партию таких удобрений в Малави, потом в Кению, и больше года не можем ничего сделать с отправкой соответствующих партий в Зимбабве, в Нигерию, на Шри-Ланку и в другие страны. Так что эта проблема, она настолько очевидна и настолько она показывает нежелание Запада делать хоть что-либо для развивающихся стран, если это связано с Россией, но одновременно это показывает, и не хочу этого слова произносить, но это показывает беспомощность организации объединенных наций, которые мы многократно просили решить эту проблему, заставить европейские страны разблокировать наше удобрение в своих портах. Ну и в дополнение к нашим усилиям, напомню, что президент Путин принял решение о безвозмездной поставке 200 тысяч тонн пшеницы в шесть африканских стран Сомали, Центрально-Африканская республика, Буркино-Фаса, Зимбабве, Мали и Эритрея. Так что мы готовы отвечать на любые вопросы, когда кто-то нас обвиняет в негативных последствиях наших действий для мировой экономики, но готовы вести разговор только по-честному. Вот мы сейчас предъявили данные оценки за каждое слово, за каждую цифру мы отвечаем. Они опираются на данных объективных, профессиональных экспертов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...